Микс Ньюс Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели Заместитель председателя комиссии Сейма по мандатам и этике Председатель под комиссией по здоровью Виталий Орлов у нас сегодня в студии Добрый день Добрый вечер Давно у вас, вы у нас не были Много интересных тем, событий произошло В том числе в стенах парламента Ну, наверное, такое важное для наших радиослушателей Событие, это дискуссия Которая, видимо, сейчас уже перекинется На комиссию Сейма по иностранным делам По поводу сноса памятника освободителя Мы знаем, что была инициативная группа Которую соответствующие 10 тысяч подписей Хоть с трудом, но набрала И вам надо было по карте БСРУ По закону это рассматривать Ваши ощущения от этого рассмотрения Обстановка Почему я говорю? Потому что Вы уже давно Вам избиратели оказывают доверие Не первый парламент, вы работаете И на вашем веку уже было в Сейме Аналогичное рассмотрение И тогда мне казалось, что да, дискуссии были Но очень быстро все-таки большинство Сейма Решало, что это совсем, во-первых, не в компетенции парламента Пускай самоуправление решает Во-вторых, есть межгосударственный договор И так далее Что на сей раз произошло? Действительно, Абик, вы правы в том, что это уже Сначала пришла инициатива вторая Первая была в 2016 году И тоже была подана в начале мая месяца Когда страны отмечают день Европы, день окончания Второй мировой войны День Победы То есть у каждого свой праздник Но он связан с победой над фашистской Германией И тогда комиссия, основываясь на мнении Министерства основных дел Приняла решение о том, что мы не поддерживаем Идею о том, чтобы придать площади Победы Вид, который был ей предусмотрен В времена Ульмениса Это конец 36-37-38 года Прошло два с половиной года Люди опять собирали подписи И опять ее приносят Опять приносят в период Когда наступает весна Когда этот праздник 9 мая 8-9 мая приближается А тут еще и выборы в Европе Опять об этом нужно поговорить И опять приносят уже с другим названием Демонтаж памятника И как только было известно Что за два с половиной года Собирались подать инициативу подписи Была подана на портале Монаврсовы Новая инициатива Которая за 3-4 дня Собрала подписи Идея, которая полностью противоположна Это чтобы парламент Заботно-законопроект Именно защищающий Мемориалы Массовые захоронения И памятник освободительному подагове Был первым в этом списке И комиссия Очень интересно Большинство комиссий Очень интересно Подошло к этому вопросу Что Подискутировав по первой инициативе И заслушав Министерство иностранных дел Которая сказала Что с 1994 года Подписав договор Между Россией и Латвией О выводе войск И соответствующие соглашения О местах массовых захоронений Латвийская страна Придерживалась того Что памятник задвини Является неотъемлемой частью Этого соглашения И Неважно как он там назывался Неважно как его тактовать Дислокация четко указана В этом договоре Соответственно Латвийская страна Изначально признает Что этот памятник попадает Под защиту И То что говорит Автор инициативы Что ну как Там же нету захоронения Там В других странах Вспоминал Польшу И Украину Где эти памятники Похожие Сносились И что это Латвия тоже это может сделать Потому что Такие прецеденты были Надо дать должное Нашему МИДу Который сказал Что он не считает Это целесообразным Это решение политическое Но МИД Придерживается Что этот памятник Подпадает Под Международный Акт И в случае Его нарушения Будет одностороннее Нарушение Со всеми Вытекающими Из этого Последствиями И тогда комиссия Решила Учитывая Что мы ограничены Во времени Мы должны были Принять какое-то решение А так как Возникали вопросы А вот Международный эксперт Как на Юристы Как они на это Смотрят Можно или нельзя Мы решили Этот вопрос Передать Юридическую комиссию Которую Не юридическую А эту комиссию Которую сможет Спокойно А не спокойно А в другом режиме Это все посмотреть Не связано С Скажем такими Временными рамками И Мы заслушали Также Представителей Второй стороны Татьяна Агарина Жданок Представляла Вторую сторону Которая Сказала Своё видение Народной Инициативы И На мое предложение Также передать Это в комиссию По иностранным делам Потому что Названия разные Но суть Об одном объекте Но разный подход Одни Хотят Чтобы он был Демонтирован Вторые Чтобы он был Защищен Законом Комиссия Посчитала Что это Предвыборное Скажем так Действие Татьяны Акадьевны И поэтому Это предложение Нужно Скажем Не поддержать А Отклонить Отклонить Что Нелогично С точки зрения Скажем так Подхода К осмотрению Инициативы Ну К сожалению Мне кажется Что парламент Нынешний парламент Он Вот Говорить О какой-то Вот Такой вот Не то что Логике Такой вот Логике Принятия решений В действии Наверное Он сильно Отличается От всех Предыдущих Дискутируя Я вспомнил Про венцеринар Принятия бюджета Когда Представители Оппозиции Выходили И аргументировали Почему Подана Такая Или иная Поправка Это один Из немногих Случаев Когда Противоположная Сторона Не выходила На трибуну И не говорила Почему Неправильная Поправка А просто Отклоняла Голосованием И к сожалению Это происходит Во всех Комиссиях Когда Тебе Не аргументируют Неправильность Твоего Предложения А просто Переголосовывают Учитывая Своё преимущество В комиссии Вот Тоже здесь Интересный Такой аспект Так чтобы Эту тему Закончить Но вот Есть 10 тысяч Граждан С копейками Которые считают Что памятник Надо снести Есть 27 тысяч Граждан Кстати говоря Таких же Граждан Я так понимаю Там 5 тысяч Были отклонено Потому что Очевидно Не были граждан Люди подписывались Эмоционально 22 тысячи есть В два раза больше Чем Граждан Латвии Которая говорит о том Что мы считаем Что памятник Сносить нельзя Получается Что мнение Первой части Для большинства Членов комиссии Кстати По мандатам И этике Подчеркну Более важно Чем вот Вторая часть Граждан Латвии Так получается Да К сожалению Считаю Что им дан Мандат Который За них проголосовали Люди И они Считают Что данный Им мандат Позволяет Теперь не считаться С неправильным Мнением В их понимании На их взгляд Неправильным Мнением Но самое Что на мой взгляд Страшное То что Предлагаются Такие Иезуитские Методы решения Вопроса Одно из предложений Это было А давайте Мы его переименуем В памятник Окупации А разве Это задача Сима Переименовывать В памятники Я просто Я говорю О предложениях Они говорят Давайте Сносить не будем Но назовем Памятник Окупации Советских войск И посмотрим Как будет 9 мая Туда будут Приходить люди То есть Моё глубокое Убеждение То что Бороться С памятниками Ну нельзя Это Та часть Истории Которая Должно Пройти Еще Достаточно Количество Времени Чтобы Потом Это Все Стало На свои Места Мне до сих пор Вот Коробит Когда я вижу Когда в США В южных Штатах Сносят Памятники Генералам Конфедерации То есть Да Это люди Которые воевали За Конфедератов Условно За Сохранение Рабства Но Рабства Уже Нет в США Оно Побеждено И Этих Генералов Наверное Нужно Показывать И говорить Что это был Генерал Южанин Вот Они были За рабство И чтобы Молодое Поколение Американское Знало Что Вот Были Такие Да Не надо Им цветы Нести Ко Да Не надо Знать Что такие Были И Все Наглядные И таким образом Наглядно Рассказывать Об этом Сносить Неправильно Эта часть Истории Хотя Обратите внимание Сколько Уже столетий Прошло Да Уже можно Другими глазами Другими глазами И кто-то Говорит Что это У людей В Америке Ассоциации Которые считают Себя Оплотом Демократии Что наличие Памятника Может Каким-то образом Поизменить Отношение К части Американцев К рабству Или К людям Другого цвета кожи Это Вот это Тоже мне непонятно Как это Последние годы Тенденции В оплоте Демократии В США Которые происходят И это Главное Воспринимается Нормально Что это Категория людей Которые Может И имеют Право На такое мнение И то что Он взял Облил Или сломал руку Да Заплатит штраф Но Это Высказывает Своё такое мнение Мне кажется Что это Неправильно Нужно оставить Эту часть Истории В покое Потому что Была между молотом И наковальней 200 тысяч Условно Воевали на стороне Красной армии 200 тысяч Было призвано Кто-то добровольно Кто-то По принуждению В легион И Это 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 история Да И И то что Памятник Один из скульпторов Был легионером Вот мне кажется Это очень символично Да То есть Человек Который сам Служил в легионе Потом создавал Этот памятник Вот Это Показывает Это вот именно Ту Трагедию Те изгибы Истории Которые были В стране Что если Легионер Буся В памятнике И потом был Награжден Еще За этот памятник Мы же Пошли дальше Я так понимаю Теперь об истории Мнения быть не может Я имею ввиду Судьба Видимо Рассмотрение Следующего заседания Господина Пименова Вашего коллеги Да Это Это что-то уже новое Это что-то новое Это человек Который процитировал Выступление Президента В Германии Да Послевоенного Послевоенного Да Который сказал Что нацизм Это зло Гораздо Больше Более Сильное И более Больше Чем коммунизм И Пименов Процитировал его Сказал Что Еще нельзя Ставить знаки Между Равенство Между коммунизмом И Фашизмом Потому что Даже Немцы Считают Что фашизм Это было Зло Которое Несравнимо С коммунизмом Цитата Президента Германии Воспринимается Отдельными Коллегами В парламенте Это то Как прославление Коммунизма При том что Мы все прекрасно знаем Что депутат Пименов Призывает 2 декабря Отмечать Тех людей Которые Латышей Которые были В 37 году Попали под Этот Молот Репрессии В Москве 37 тысяч Было Скажем так Ушло в гулаг И Я знаю Игорь Человек Который Просто Говорит О тех Фактах Которые Были Они могут Не нравиться Они Я тоже Наверное Когда вижу Памятник Лесным Братьям Да И знаю Что У меня В Екапелсе Мои знакомые Рассказывают Как в 30 Там В 47 Году Ехал на Рынок Еврей Торговец Его Вышли Из леса И убили И Я вижу В это время Памятник Этим людям Которые стоят Я тоже Не испытываю Какие-то Эмоции Что Позитивно Я понимаю Что это история Я знаю И одну часть Этой истории И знаю И другую И поэтому Мне кажется Что здесь Надо быть Очень Скажем так Осторожным В трактовках Исторических Этих моментов И дать Возможность Говорить Потому что Мне кажется Что выступление Было очень На мой взгляд Очень было Корректно Нет ли такой Опасности Что в результате Ваша комиссия В которой вы Кстати В прошлом парламенте Возглавляли Сейчас вы Зампредседатели Что она превратится В такой Ну не знаю Цензурный Цензурный Где будет вызывать Оппозиционных Ну судя по всему Депутатов И говорит о том Ты не так Трактуешь историю Ведь все-таки Депутаты Если они не оскорбляют Коллега Не нарушают Кодекс этики Но все-таки Как-то свобода В своих высказываниях С трибуны Да Состав Состав поменялся И вот Нету таких людей Как Гунар Кутейс Да Который Был Вот Носерец Латвии Да Человек Который Судья Конституционного Суда Который Приделал Таких вот Центрических взглядов Который Умеренных Скажем так Умеренных Который мог Не то что оправдать А найти аргументацию Почему Один или другой Депутат Высказывается Скажем так Эмоциональным То есть он Всегда пытался Понять И я И это было приятно Что Наличие Скажем так В комиссии Людей Которые Именно Эти Центрстремительные Движения Притягивали К себе Да И таким образом Не давали Вылиться Скажем так Этим Персонифицированным Отношением Среди депутатов Чтобы это было Решалось Через комиссию Сейчас таких К сожалению Не осталось И действительно Иногда Пока не посмотрим Как закончится История С Игорем Пименовым Но Как было Голосование По поводу Инициирования Дела И мне кажется Что и Решение По Виновен Невиновен Невиновен Будет Признано Так же Скажем так Монолитно Коалицией Которую Составляет Сейчас Большинство Да Еще может быть Тема Которую Вы уже Затронули Это по поводу Аргументов По бюджету Если я не ошибаюсь Именно вы Виталий Когда Дебаты были По принятию бюджета Призвали Коллег зафиксировать Что хотя бы В будущем В следующем году Или когда Это будет возможность Чтобы Расходы На здравоохранение Близкая Вам тема Составляли Если я не ошибаюсь 7% ВВП Прийти к 7% Прийти к 7% Да Ежегодное увеличивание Да Я так понимаю Что это было отклонено Опять таки Без аргументации Да Без аргументации И За основу Своего предложения Бралось Предвыборное Обещание Партии Которые попали В парламент Самое интересное Что Партия Которая Сейчас Представляет Министерство Здравоохранения Вообще Пообещало 10% И Безусловно Я Считывал И Только Ленивый Не говорил Что Медицина Финансируется Недостаточно И Аргумент Почему Сделать Чтобы в следующем году Было 4 И потом Постепенное Увеличение До 7% Это То Что мы сделали С бюджетом Министерства обороны Поставили задачу 2% Которую от нас Требовало Членство в НАТО И ее постепенно Решили Мне кажется Что это было Очень хорошее решение Было Принципиальное Согласие Парламентарьев Что этого нужно Достичь И что К этому Я не говорю о том Что хорошо Или плохо Татятся эти деньги И правильно Не платят Татятся деньги На оборону Но то Что достигли Таким образом Этого Рубежа И здесь Такое же было Приложение Аналогично По министерству Здравоохранения И финансирования Его в будущем Да Ну и естественно Без особых аргументов Своё же предложение Потому что Придруга Года Да И Да И вот Мне кажется Что они уже Это Что Если даже За четыре года Что у них не получится Они скажут Что Как это говорит Новая консервативная партия У нас нету 51% Голоса Поэтому нам Не удалось Было бы 51 Мы бы всё сделали Мы бы выполнили бы Всё что обещали Да Это интересно До перерыва Успеем наверное Один звонок Понять 6212939 Телефон прямого эфира Добрый день Слушаем вас пожалуйста Добрый Да пожалуйста Это конечно Вопиющий Случай Да По поводу высказываний И взгляда Общего на историю Вы знаете Уже были параллели То есть В концепции государства Вы изложены Бенитом Муссолини Был такой пункт Что индивидуум Не может Самостоятельно Высказывать И оценивать Чувствительные Для государства Позиции Государство Должно регулировать Мировоззрение Индивидуума На определенные вещи То есть Это было сформулировано 70 лет назад Почему это привело Мы все знаем И сейчас У нас Если наложить Запреты На телевидение На канал Определенные Шлимования Артистов Да Что-то сорвался Видимо Звонок Ну Общая мысль Наверное Понятно Я Да Я конечно Я не знаю Не знаком С трудами Муссолини Да Но я Верю Как врач Я верю Пациента Так я верю Что Приведенная Цитата На соответствии В действительности Я согласен С тем Что Сейчас Насаждается Определенная Трактовка Исторических Моментов И Взглядов На то что происходит В мире В Европе В Азии На дальнем Взлоке То есть Эти горячих Точек И что Мы должны Придерживаться Именно Этой Позиции Другая Позиция Она Вредна Даже Те Выезды Депутатов Разных Уровней В страны Которые Считаются Для Латвии Недоброжелательными Уже Трактуются С латвийской Стороной Как Скажем так Реверансы В адрес Этой Стороны Хотя Я не могу Понять Почему Политика Дипломатии Является Не только МИД Занимается Дипломатией А дипломатия Это и народная И дипломатия Парламентская Поэтому Дипломаты Могут Ездить Общаться Заявления Они не могут Делать От имени Страны Потому что Они этого Не могут Сделать Но Знать Чем живут Наши соседи И Контактировать С коллегами В других Странах Я считаю В этом Нету Ничего Предусудительного И Отчитываться Не перед МИДом Не перед Кем нам Не нужно Виталий Орлов У нас в студии Депутат Сейма От партии Согласия Небольшая пауза Новости рекламы Не переключайтесь Микс Ньюз Еще раз Добрый день Виталий Орлов У нас в студии Депутат Сейма От Согласия Вот Мы еще Навернемся К близкой вам Как врачу Теме Здравоохранения Но Еще один Очень важный вопрос Который относится И к компетенции И вот Комиссии По мандатам Этики Это вот Такой печальный вопрос О лишении Депутатов Ну иммунитета Неприкосновенности Выдачи правосудию Один прецедент Уже в этом парламенте Есть Хотя парламент Всего полгода Отработал Мы знаем Что был выдан Правосудию Господин Юрош Не так быстро Но тем не менее Относительно оперативно Все таки он был выдан Сейчас я знаю Что прокуратура Вчера по моему Обратилась в Сейм С просьбой О снятии иммунитета Господина Закатистова Руководителя фракции КПВ ЛВ И вот тоже Выдачи Для проведения Там следствия Я так понимаю Что он подозревается В мошенничестве В особо крупном размере Так по крайней мере Это прозвучало Официально Ну и публично Комиссия сегодня Ну то что я прочитал В новостях Решила рассмотреть Этот вопрос А Этот вопрос Аж 15 мая Да Вот здесь Это тоже Что меня немножко Я так понимаю Что вы голосовали Против Удивило Я скажу Как это все было Что Собравшись На заседание Комиссии Комиссия К нам Донесла Что прокурор Может Сегодня не может Присутствовать На заседании Комиссии Он может быть Начиная с понедельника Нам нужно договориться О времени Когда мы можем Его принять Я предложил Учитывая Что есть заявление От генерального прокурора И с просьбой Выдать Значит Как я понимаю По логике Собрано Достаточно Аргументов Чтобы Начать Продолжить Процессуальные действия Я предложил Собраться Понедельник Или вторник Договориться Об этом времени Чтобы Уже На следующей неделе В четверг Можно было Принять это решение Тогда Было Такое Странное Предложение С мотивацией Что все депутаты Понедельник Вторник Заняты О них Расписано Время А 1 мая Это у нас Выходной А 8 мая У нас Другая повестка Дня И давайте Поэтому Будем Хотя я помню Что позже В парламенте Даже Было Неочередное Заседание Неочередное Заседание Проводились Да И поэтому Давайте мы Как-то Это 15 Дело Все рассмотрим Что Как-то Вот Наши Предыдущие Практики Рассмотрения Дел Депутатов Которых Нужно было Выдать Для административного Преследования Дальнейшего Как-то Это делалось Более Оперативно И Большинство Проголосовало Чтобы это было 15 числа И 15 числа Мы только Начнем Эту процедуру Ознакомления С Делами Которые Имеют Доступ Определенный Доступ Секретности Под запись Мы Возьмем Этот материал Прочитаем Его Потом Мы Возьмем Вызовем Прокурора Чтобы можно было Зать вопрос Следующий этап Это уже Позвучало Что все депутаты Должны С этим Ознакомиться Его Прочитать Очевидно Наверное Будет Предложено Какое-то Время Для Знакомления И депутатам И так Получается По времени Что это Уходит В конец Мая Начало Июня И Здесь У меня Уже Понятно Потому что У нас Близятся Выборы Президента И Фракция КПВ ЛВ Которая Четко Не дала Понять Кого она Поддерживает Раскол Разные Мнения Будут Пытаться Очевидно Это Мое Мнение Которое Просто так Основано На опыте И Непонятных Предложений Со стороны Комиссии Порядок Осмотрения Этого дела Что Будут Пытаться Сделать Все Чтобы Депутат Закатистов Участвовал В выборах Президента И Тогда У меня Другой Вопрос А Какой Президент Хочет Чтобы Его Избирал Человек Такой Как Закатистов Которого Дело Уже Есть И Такой Как Кайнич Которого Тоже Идет Расследование В Канабе Такими Двумя Голосами Президент Хотел Чтобы Меня избрали Два Человека Которые Очевидно Потом Могут Быть Выданы И Могут Быть Осуждены Да Вот Интересная Конечно Ситуация Но Видимо Все Таки Для Коалиции Сейчас Каждый Голос Важен Не Один Голос А Фракция Большая И Я думаю Что в очередной Раз Переиграют Новых Депутатов Им Пообещают Наверное Может быть Я так думаю Какое-то Закрытие Дела Пересмотр Дела Может быть Появление Новых Фактов И Дело Не будет Доведено До Суда Когда Будут Приняты Все решения По Первым Лицам Государства И В банковской Системе Тогда Этих Людей Просто Сдадут На Заклание Это Мой Прогноз И Посмотрим Как Реализуется Или Нет Или Я просто Думаю О том Чего Нет Возвращаясь К теме Здравоохранения Буквально В тот момент Когда вы пришли К нам в эфир Появилась информация Со ссылкой На министра Здоровья Что Для решения Острых проблем Здравоохранения Необходимо Дополнительно В бюджете На следующий год 250 миллионов евро Ну мы знаем Сейчас В принципе Миллиард Получает Здравоохранения С одной стороны Наверное Для медицины Финансы нужны Никогда Не бывает Много денег Особенно Если До 7% До 5% Нам еще Далеко От ВВП Вот Что вы думаете Потому что Кто-то 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 Сказать Вы знаете С деньгами Каждый Может Реформу Сделать А вот Вы попробуйте С теми ресурсами Которые есть Я думаю Что Министра Госпожа Илза Винкела Опытная Политика Наверное Действует По принципу По России Больше Хоть что-нибудь Дадут Безусловно Часть Ее просьбы Она довольно таки Мотивирована Потому что Даже То заключенное Догово С профсоюзом О ежегодном Увеличении Он требует Тех же Ну Назовем так Условно Тех же 80-100 миллионов Да Которые были Добавлены В этом В этом году Наверное Есть какие-то Приоритетные Задачи Которые Министерство Тоже Должно Решить Должно Повысится Система Компенсации По крайней мере Возврат Дано задание Министерства Возврат До кризисного Периода Компенсации То есть Платежей Со стороны Пациента Должны Вернуться И Я думаю Что здесь Госпожа Винкел Делает По принципу Проси больше Дадут Меньше Но это Хватит на то Чтобы Выполнить Обещание Я надеюсь Выполнить Обещание Перед врачами Обвеличение Заработной Платы И Какая-то Часть денег Уйдет На Финансирование Тех Нужд Которые В яйце Не очень Актуально Да А вот Мы знаем Что по существу Та система Двух корзин Которая была Еще принята Прошлым парламентом Но по существу Всего не вступила Видимо Уже не вступит Вот все-таки На ваш взгляд Это правильный подход А мы Следующий Вторник У нас Общее заседание Комиссии С бюджетной Комиссией Которая Смотрит Новую Трактовскую Весл Закон о финансировании Здравоохранения Где Госпожа Министра Нам покажет Как она отказывается От двух Козинной Системы И Какие категории Людей Попадут В Скажем так В эту Единую Козину Но Насколько Я Слышал И посмотрю Как это В автоник Подтвердится Или нет Что все-таки Будет Дана Возможность Людям Как-то самим Все равно платить Да То есть Какие-то категории Людей Будут Наверное Выведены Ну Не буду Забегать Вперед Посмотрим Как будет Нам Презентовано Эта Программа И тогда Уже начнем Ее скажем так Или критиковать Или подправлять Ну В принципе Понятно Что Что-то нужно Менять В этой системе Безусловно Нужно менять Нужно Увеличивать Финансирование Наша Система Здравоохранения Она Это Это как Как нам говорят Рига будет стоять Пока она будет строиться Да Я думаю То же самое Система Здравоохранения То есть Она должна Постоянно Видоизменяться Дополняться Улучшаться Проблем Очень много И Я думаю Что Каждый министр Который придет В это кресло У него Будет Очень много Забот Министерство Министерство Культуры Которое Живет С финансированием Там Тому театру Дали Тому театру Дали Там Поделили на столетие Деньги И все Нет Министерство Завхранения Это Очень Не знаю Настолько Интересно Быть там Министром Но то что это Проблемно Это точно Ну да Тем более Я так понимаю Что одна из таких Острых проблем Это проблема Со среднемедицинским Персоналом Да не хватает И врачей Особенно в регионах Но со среднемедицинским Персоналом Я так понимаю Большая беда Да Вот не хватает И не хватает Многих специалистов И самое интересное Что мы сейчас Достигли ситуации Когда Служба госздоровья Говорит что У нас есть деньги А А больница Не может Освоить Эти деньги Допустим В моем родном Екапелсе В больнице Предложили Создать Подразделение Инсульта Которое Оплачивается Очень хорошо Да И по По тем тарифам Которые существуют Но больница Не может найти Неврологов Которые Могли бы Закрыть это самое То есть деньги Есть А специалистов Нет А специалистов Нет То есть они Не могут Привлечь Специалистов Чтобы создать Инсульт на отделение Да Создать инсульт Но потребность Естественно Есть потребность И министерство Говорит Что мы Даем Вот деньги Вот эти деньги Освоите их Да Вот это До чего Мы Дожили Да И это Такой яркий Пример Что даже Появились деньги Но В Эгупрегионы Но не Не может И региональная больница Их взять Да Вы упомянули Екапелос Но наверное Мы видим И наше Радиосуще Толе Что основные Политические баталии События Развиваются В Риге Да Ваши ощущения От того Что происходит Я имею ввиду Весь комплекс Там не знаю От отстранения От должности Там не знаю Обысков Арестов Задержаний И так далее И так далее Ну если бы Скажем так Были бы Вот какие-то Такие Единичные Случаи Которые Вот Ну Всем сообществом Критикуются И Человек Который Замешан В В Встве Я думаю Ни одна Непритическая Партия Ни один Человек Не может Говорить Что Человек из Этой Партии Который Условно Говоря Замешан В В В В Он Хороший Да И Поэтому Соответственно Отношение К таким Событиям Которые Происходят Это Вызывает Определенное Такое И мое Беспокойство Как это Такое Могло Произойти Но Когда Я вижу Что На фоне Этого Происходит Публичный Обыск В Рапорту Двух Мэра Далгопил Савица Мэра Риги По Прилету Из Москвы Где Просто Обыскиваются Вещи Притом Что Это Делается Не У Всех Да В Нем Выбираются Два Человека Известных И Делается Это Публичный Осмотр Этих Вещей Плюс С Какой Помпой Арестовывают Членоправление Первой Больницы Севастьянова И Потом Называется Сумма 4300 Евро Которая Может Быть Нанесен Ущерб Больницы А Руководство Больницы Говорит Что Это Сделан Авансовый Платеж В счет Будущей Работы То есть И Ты Начинаешь Думать Что Не Является Все Это Цепями Одной Цепи Что Где Какие-то Факты Действительно Соответствуют Действительности А где-то И происходит Планомерное Очернение И Люди Уже На предыдущие Скажем Какие-то Объективную Или возможную Информацию Накладывают Уже Другую И Сдаётся Такое Впечатление Что А вот Они Такие Они Тоже Воруют Они Да Ещё Нелояльны И Что Как Гнать То есть Вот Эта Терминология 1937 года Она Как-то Мне Очень Это Самое Потому Что Я вижу Что И в Парламенте Это Реакция На Парламентские Высказывания Пименова Это Просто Неадекватная Реакция Со стороны Определённых Людей Да Но Мы же Знаем Что Как Ему Апаниоли Прямо С трибуны Сейма Там Такие Прямо Скажем Недипломатические Выражения Звучали И Это Видимо В порядке Вещей Это В порядке Вещей И Здесь Скажем Очень Такая Интересная Позиция По-моему И спикера Которая Ведёт Заседание Которая Должна Указывать Что Не только Отдельным Депутатам Делать Замечания На На её Взгляд На нарушение Депутатской Этики Но Указывать И депутатам От своей Коалиции Что Они Тоже Поступают Должны Придерживаться Скажем Так Определённых Этических Норм Которые Описаны В Сайм Эскрате Басургус Здесь Действительно Есть О чём Подумать И Это Те Кто Молчат И Думают Что Вот Это Нормально Я хочу Им напомнить Что В оппозиции Будут Все Ранное Лепост Придёт Время И Они Тогда Ощутят На себе Это Всё И Что Твоё Мнение Неправильное Что Его Можно Отклонить Только Потому Что Без Аргументов Можно Отклонить Что Ты Сказал И Твою Трактовку Сказанного Могут Попытаться Подвести Какую-то Антигосударственную Деятельность Это Самое Страшное Что Есть Что Нужно Защищать Возможность Людям Высказываться Понимая Что Это Является Основой Нашей Демократии Да Ну Так Вот Завершая Может быть Этот разговор На сегодняшний эфир Всё-таки Я так понимаю Что Пока Атмосфера В новом парламенте Не очень Такая Оптимистическая С точки зрения Не знаю Выслушивания Других Мнений Терпимости Если так Можно Сказать Мне кажется Что Просто Променялся Парламент Две Фракции Новых Новых КПВЛВ и Новая Консервная Партия Которые Представлены Вообще Без опыта Парламентской Работы Которые Считают Что Просто Переголосование Учитывая Большинство Это Нормальная Парламентская Практика Вот Это Накладывает Какой-то Такой Новый Стиль На Работу Но Это Не Способствует Хорошему Законотворчеству И Работы Тоже Чего Ждут Парламентариев Такой Последний Вопрос Который Не могу Не задать Мы Частично Касались Просто В другом Направлении Кто Будет Голосовать На Выборах Президента Кого Выдадут И не Выдадут Правосудию Но Нет Такого Ощущения Что Мы Впервые Оказались В ситуации Когда Выборы Будут Без Выбора По крайней мере Сегодня Я понимаю Что Еще Переди Месяц Или Почти Где Еще Можно Выдвигать С 9 Мая Можно Начинать Выдвигать Кандидатов И других Но Нет Такого Ощущения Что Опять Сработает Машина Для Голосования Чего Последние Годы Не было Всегда Определенная Интрига Была Ну Разве Только Когда Вайру Вики Фрейберг Если Помните Второй Срок Избирали Я Избирался Она Это Был Последний Ее Срок Поэтому Я Со стороны Только Наблюдал За Перепетиями С тех пор Была Реальная Конкуренция Мы Могли Догадаться У кого Больше Шансов Но Все Таки Была Реальная Конкуренция И То Что Каким Образом Когда Появляется Кандидат Как На Обрушиваются Средства Массовой Информации Вытаскивается То Чего Было И То Чего Не Было Мы Помним Когда На Конгрессе Согласие Было Выдвинут Потенциальный Баптист Священник Очень Образованный Человек И Что Сделали С ними Масс Меди Съели Так Быстро Что Поговорив С семьей Они Скали Что Атмосфера Просто Вокруг Него Стала Невыносимая И Жена Сказала Что Ну Так Не Может Продолжаться Человек Сказал Что Он Не Может К сожалению Принять Это Приглашение И Быть Кандидировать От Нас Я Думаю Что Если Так Будет Продолжаться То Действительно Выборы Могут Быть Безальтернативными Но Тогда Вопрос А Нужно Ли Тогда В них Участвовать Да Пусть Может Быть Человек Который Получит Поддержку Большинства И Это Большинство Не Хочет Видеть Никого В Качестве Альтернативы Пусть Он Будет Этим Президентом Этих Людей Да Ну что Это Как раз Информация Для Размышления Виталий Орлов У нас Был В студии Большое Спасибо Все Счастливо Не болейте